Глеб Самбурский, настройте свои уши духовные, сердца, все благословение, пастор. Добрый вечер, друзья. Ну, знаете, чтобы сразу не забыть, помолимся за Руслана. Я в прошлый раз, когда был, молились за его дочку. Сегодня подошла его дочка, Руслана вчера увезли на скорость с сердечным приступом в больницу. Надо сейчас нам это дело поменять, правда? Кому принадлежит власть? Аминь. Да давайте встанем, сейчас стоя, чтобы Руслан уже домой ехал, нечего там. Во имя Иисуса Христа мы останавливаем всякую атаку на его сердце, полное исцеление, полное исцеление. Руслан полностью исцелен, кровь Ишуа Мессии против тебя, дух нечистый, который атаковал нашего брата. Мы продолжаем полное исцеление, хорошее сердце, сосуды. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Сегодня также будем исцеляться. У нас вот свидетельство есть, включим сейчас. Ну, тема проповеди. Господь приготовил трапезу ввиду врагов моих. Знаете, я просто хочу сказать, что вот уже сколько война идет. Ну, уж извините, ничего не могу поделать, но мне очень спокойно как бы. То есть мне как-то спокойно, хорошо, комфортно, мирно внутри так. И все хорошо будет. То есть я думаю, что это будет долгая история, хорошая история для Израиля, потому что наш Бог, Бог Израиля. И потому что, когда Бог благоволил исполнить обещания, данные отцам нашим Аврааму, Ицхаку, Якову, Бог верен. И когда появилась страна, Израиль, ни одна война не была проиграна. И так же это будет. Вы можете иметь свои теологические, эсхатологические представления. Там, может, Остар Магеддон за углом, там уже завтра уже то-се. Ну, это каждый как хочет. Но я могу сказать, что когда апостол Иоанн написал Евангелие от Иоанна, это 90-е годы были по Рождеству Христову, это уже было после разрушения храма Титом, императором. И когда был разрушен храм Иерусалимский, тогда погибло в процентном содержании евреев больше, чем во время Холокоста. Это были ужасные времена, это был разрушен Иерусалим. Но когда пишет Иоанн Евангелие, вы что-то там ничего такого не читаете. Не то, что такие события не происходили, но просто он раскрывает нам Бога, ставшего человеком. Знаете, времена всегда были тяжелые. Вот как мы начинаем там всегда, и так, и до сегодня. И почитайте Лютера, и Кальвина, и Реформацию, и наших отцов. Верой всегда происходили разные события. Я скажу, что я, конечно, только о войне слышал от бабушек, от дедушек, когда в школе учился, но в 2006 году пошел в магазин в Кириат-Бялике, и вдруг как долбануло там, и магазин я такой. Я такого никогда не видел в жизни. Я забежал домой, и дом ходуном, там двери, и хизбалады, и ракетами, тогда железного купола нет. Я такой, я не был к такому готов, ну как бы я не знал, что такое война, но сейчас-то я уже знаю, уже знаете. Ну просто, что есть, то есть. Но для нас главное понять, что мы здесь не просто так. Вы знаете, кто наш враг? Я вам скажу, что дух Хамаса, дух хизбаллы, дух рака, дух онкологии, который пожирает младенца в больницах сейчас, это все одна большая сволочь. Понятно? Это просто то, с кем мы должны бороться. И мы здесь не соглашаться с этим. Неважно там, в каких он там масках, свинохрюках выглядит каких-то своих, мы поставлены здесь для того, чтобы являть Евангелие Царства Божьего. Молиться против этого, потому что мы имеем власть против духа злобы поднебесной. Чтобы этот дух страха вернулся в тысячу раз туда, откуда пришел. Чтобы та ложь, которая идет в медиа, она вернулась туда и захлебнула своей блевотине. Мы имеем право стратегически, четко, конкретно молиться. Не просто как-то непонятно, конкретно. Вот мы сейчас переехали за 4 месяца до войны на 10 этаж 18 этажного дома, и как раз очень удобно, Богом все продумано. Видим, как с газа даже ракета вылетает. Такой вид красивый. Можно сразу молиться. Я вышел, говорю, так, в море, как свиньи летите, в которых бесы вошли. Через полчаса читаю новости. Ракеты ушли в море. Я думаю, что они и раньше в море, возможно, уходили, но в новостях я ни разу это не читал. Я думаю, что просто Бог показал. Я также думаю, не то, что я там был такой великий медиум на балконе, который только управляет. Я думаю, что Бог многим положил, конечно, на сердце молиться. Но все-таки Бог показывает. Мы можем молиться стратегически. Я теперь всегда молюсь. Так, откуда вы летели, туда-обратно и возвращаетесь. Или в море летите. Страх пришел, ушел обратно. Пусть здесь пребывает свет Божий. Потому что мы здесь не для того, чтобы сейчас все будет плохо, друзья, еще хуже. И вообще у меня не благая весть, а жуткая весть. Нет, у меня есть хорошая новость. Иисус победитель. Ему принадлежит власть на небе и на земле. Он соединил небесное и земное. И его крови достаточно. Поэтому давайте жить в победе и распространять победу везде, где мы живем. Пошел в магазин колбаску купить. Ну улыбнись, продавщицы. Люди такие с кисляком, со страхом. Улыбнись. А что ты улыбаешься? А мне классно. А что классно? Так расскажи, что не классно. Расскажи Евангелие своим лицом, своим миром, своей радостью. Чтобы наш шалом сходил на людей. Вы знаете, мы евреи, мы на всем заработаем. Для нас война самая выгодная тема. Приводить людей ко Христу. Мы должны здесь иметь дивиденды на этой теме. Потому что тем больше приходит тьма, тем больше можно людей в свет загнать. Так давайте использовать время. Потому что свет светит. И тьма никогда его не сможет победить. Ни-ка-гда. Поэтому сегодня мы должны... Ну сейчас мы не можем там на балконе молиться, чтобы ракеты свиньи летели туда. Но мы сейчас можем молиться против духов болезней. Это все одна большая скотина. Я этого сволочь сказал, да? Надо поменять слово. Ладно. Ну сволочь тоже, по-моему, это слово нормативное. Литературное. Ничего. Времена такие, что скоро, наверное, некоторые другие слова тоже нормативные станут. Но вы поймите, мы должны не соглашаться. Не соглашаться с унынием. Не соглашаться с каким-то прессом. Потому что Господь приготовил трапезу ввиду врагов. Помните три мушкетера, да? Как они сидели там и кушали там на развалинах замка. И вокруг ядра летали. Бог дал нам себя. Сегодня мы будем кушать Иисуса Христа. Его дух будет освобождать. Демонические духи будут уходить. Болезни будут уходить. Мы будем пить кровь и тело агнца Божьего. Ввиду бесов. Это для них мучительно. Для них мучительно, когда мы в радости наполняемся Христом. А Бог приготовил нам радость. Он есть наш пастырь. Правда? Скажи, Господь пастырь мой. Мне ничего не надо. Меня я ничем не нуждаюсь. Согласны? Что первое, в чем ты не нуждаешься? В покое ты уже не нуждаешься. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он уже покоит меня. Надо успокоиться. Не надо успокоиться. Ты в покое. Просто будь самим собой. Хватит лицемерить. Я волнуюсь. Ты лицемеришь, когда что-то волнуешься. Будь самим собой. Ты уже в покое. Ты погружен в шаббат. Через кровь и шуа ты погружен в субботу. Через пятницу, через его крест ты в шаббат помещен. Ты в шаббате. Ты не нуждаешься. Ты уже просто покойся. Будь самим собой. Расслабься. Получай удовольствие. Когда мы в покое, мы сразу и в водительстве. Он покоит меня. Он вводит меня. Понимаете? Дух Святой ведет нас к тишине. Он направляет на свою правду ради своего имени. Знаете, в чем правда Божья? Знаете, в чем правда Божья? В чем праведность Божья? Что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего за каждого из нас. Это есть единственная правда, в которую мы можем верить. И этим мы угождаем Богу, когда говорим, Ты наш Спаситель. Это правда. Единственная правда. Это Бог спасающий. Это Бог, ставший человеком. Это Бог, вошедший в нас. Слово стало плотью. Какой плотью? Вот моей. Моей сутью. В послании Коринфянам апостол Павел говорит, что он, не знавший грехов, стал грехом, чтобы я стал праведностью Божьей. Вы знаете, когда я родился свыше, две тысячи лет назад, в Иисусе Христе, я уже там был в Нем. Давайте мыслить, что мы во Христе, в последнем Адаме. Он родился свыше, и мы уже в Него были включены, как искупленное человечество. Он, ради нас, был крещен в водах Иордана, ему не нужно было креститься. Ты был в Нем, когда Он был погружен. Он с тобой ушел в пустыню, победил дьявола. В Гефсиманском саду Его природа человеческая стала противостоять природе Божьей. Ишуа был 100% Бог, и 100% человек это не смешивало с Нем. Это было очень гармонично, но в Гефсиманском саду Он не хотел, Его природа противилась. И Он так смирил себя, что у Него кровь текла, капилляры полопались. И Он смирил свою природу человека под волю Отца. И там, через Его послушание, мы сделались праведные. Потому что, как не послушанием одного, многие сделались, все сделались грешни, так послушанием одного, многие сделаются праведными. Мы праведными. Мы праведные через послушание Иисуса, не просто через наше. И потом Он зашел на крест, и ты был в Нем, и ты уже сараспят. А потом ты савоскрес, а потом ты на небесах в Нем. И все это здесь. Аллилуйя! Вы понимаете, так круто, что мы во Христе! Столько много можно наесться, напиться! Он все совершил! Нам нужно жить им, Христом, молиться им, говорить о Нем, думать о Нем. Он все совершил! Нам нужно просто сообразоваться, говорить Слово о Христе, чтобы наша вера раскрывалась. Потому что вера от слышания, слышание от Слова о Христе. Там есть чем заниматься. А что Хамас туда, Хамас сюда? Да скотина ему, понятно, что о Нем говорить. Вот, можно мне его не... нельзя его не... Да скотина он! Ну, показал свою рожу. Что происходит? Это дух мерзкий, сатанинский. Что о Нем говорить? О Христе будем говорить? О Христе, о крови, о жертве. О победе. Зачем мы здесь в Израиле? Нести добрые новости. Сегодня людям нужно что-то хорошее услышать. Подойдите к человеку, скажи, пупсик! А что я пупсик? Я к израильтянам подумал, говорю, а та тенок, маза тенок. Кен, лама? Бен кама та, шмуними хамеш. Бетахша а та тенок. Мата ле деша, аба, бешамайма гуэфатха. Ле, кен, бета. Че ты хромаешь? Нога болит. Помолились. А как ты сделал это? Говорят, а как? Ты щенок. Папа тебя любит. Нам есть, что сказать людям. Нам сегодня есть, что сказать людям. Любовь Божья излилась сердца нашим Духом Святым. Аминь. Излилась или не излилась? Бог, наш Бог богатой надеждою? Или наш Бог, Бог безнадежности, страха? И все ближе нас приближает к Армагеддону. Ну, двигайтесь куда хотите. Я верю, что наше дело правое. Враг будет побежден, и победа будет за нами. И мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Будет завтра Армагеддон? Не будет, да по барабану. Сегодня нужно пупсиков искать. И завтра. А что будет после дата? Да никто не знает. Ну, откинемся, так что такого-то? Подумаешь, велика ли трагедия? Опа-на! Все равно уже на небесах посажены. Ты уже приехал. Никуда не деться. Вы знаете, что уже приехали? Вы уже там сидите. Все нормально, друзья. Мы уже приехали. Скажи, я приехал. Все, чем надо разбирать, это уже во Христе на небесах, одесну и Отца. Все нормально. А пока в линейном времени здесь нужно разобраться с этим Духом. Аминь. Поэтому сегодня будем исцеляться. От бесов избавляться. Бесы, они же как эти, как глисты, как пиявки. Так что сейчас будут, допустим, отпрыгивать, не бойтесь. А вдруг бес проявится. Да классно проявится. Пускай проявится. Церковь в то место, где нужно, чтобы они выходили. Я помню, на одном собрании молился, и вдруг бес начал, там проявился, там, ну, жутко, там, да, там стулья полетели, визги, хрюканье такое. Люди как-то так, ну, опешили. Я говорю, да это нормально. Наблюет вымоем. Церковь такое место, где надо радостно, весело, спокойно относиться к таким вещам. Потому что надо освобождаться. Да? Где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Перед тем, как же мы будем исцеляться, вот, уже есть исцеленный, да? Да, у меня нога болела, я не знаю, от чего, но больно было на ее наступать. И мы где-то в понедельник, я выпила обезболивающего, ну, чтобы пройти куда-то. И вот после твоих молитв я уже два дня без обезболивающего. Позавчера попал неожиданно до белосердия, помолились. Вот, нормально. Месяца полтора назад на собрании в Иерусалиме я молился за неверующего мужчину. Сто процентов слепой левый глаз. Помолился, глаз не прозрел. Я к нему сел после собрания, он говорит, ну, я не верю, не верю, поэтому не прозрел. Я говорю, да ты веришь, ты просто не знаешь, что ты веришь. Как это верю? Он говорит, я не верующий. Я говорю, а ты верующий, ты просто, говорю, верующий, просто еще не знаешь об этом. Он говорит, что, правда, что это? Я говорю, да, конечно. Я знаю, что он верующий. Бог касается людей. Через два дня мне подруга жены присылает СМС. Он просыпается, а глазик прозрел периферийно. И он говорит, ходит, а как это? А как это? А как это? Просто. Иисус сказал, я открываю глаза слепым. Он открывает глаза слепым. Это не первый глаз, я вижу, который открылся. Несколько дней назад меня одна знакомая говорит, слушай, я все время хотел сказать, и забыла. Помнишь, мы молились за девочку, у нее опухоль была на руке, никак это не проходило. У нее отец сам в служении исцеления, но вот у нее не проходило, она из Украины. И помнишь, мы с ней молились, за нее молились, и ничего не произошло. Я говорю, помню. Так произошло, говорит, она домой вернула, все равно исчезла. Я говорю, просто уже месяц забывайте сказать об этом. Я говорю, ну спасибо, охотите, вот через месяц сказала об этом. Потому что это уже седьмая или восьмая опухоль, которая исчезла, которую я видел. Потому что опухоли должны исчезать. Аминь. У кого-то есть опухоли, шишки тут наростые? Прямо сейчас исчезнут. Да, вот мы молились, да, здесь есть. Все, рассасывайся. Колобок уходит, давайте. Давайте скажем, колобок уходи. Все, вон колобок, нечего здесь. Гематома, вон во имя Иисуса Христа полностью. Чтоб к концу собрания не было здесь. Все опухоли пошли вон во имя Иисуса Христа. Полное исцеление. Рифуаш лима, бешэм и шуа маше. Аминь. Полное исцеление. Все. Я сейчас проверю, сколько у нас еще штук. А я как-то так резко начал, так хорошо еще много. Так вот, друзья. Исцеляющая сила прямо здесь. Давайте вообще правильно увидим картину мира. Опять же, каждый может свою картину мира видеть. Есть такая картина, что все плохо, 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 плохо. А есть картина, что вся земля, я вам скажу, полна славы Божьей. Она залита светом Машеха. И он освящает всякого человека, приходящего в мир. Всякий человек, рожденный в мир, освящен светом Мессии. И свет Мессии – это любовь Отца. Любовь Отца проходит над всеми. Над верующими, над неверующими. Он посылает свое милосердие на любого человека на земле. И после пролития крови пасхального Агнца на Пейсах, через 49 дней на Шавуот, на пасхальную жертву Христа, сошел Дух Святой. И он находится, излит на всю плоть на земле. На каждого человека сейчас. И он не оставит и не покинет эту землю. Потому что Ишуа сказал, придет утешитель и прибудет с вами вовек. Мы живем во времена, когда мир погружен в помазание Духа Святого. Просто люди не открыты для него. Мы живем во времена Духа Святой, излит на любого человека на земле сейчас. Просто люди, как ракушки, закрылись. Но стоит открыться, любовь Божия теснит и пытается влезть в человека. Но люди закручены в себе. Откройтесь, расслабьтесь. Примите любовь Божию. Картина мира. Мы живем в искупленном мире. И Агнец Божий взял на себя грех всего мира. От Адама до последнего человека на земле. И только дьявол ходит нашептывать, все плохо. У меня все под контролем. Он разводит. Ничего не под контролем. У Христа все под контролем. У него ключи от ада и смерти. Власть на небе и на земле. Он, Господь Господствующих. Он Царь Царей. Сатана пальцем не пошевелит, если ему не позволено будет. Бог управляет всем. И нам нужно осознать эту власть Христа, которая на церкви, на земле. Потому что мы есть полнота, наполняющего все во всем. Мы есть тело Его. И мы не просто так здесь. Мы должны исповедовать нашего первосвященника. Кой на годоль. Вы знаете, что все человечество сейчас представлено перед Отцом в лице Ишуа. Никто из вас не предстоит перед Богом. Никто. Вы не можете перед Богом предстоять сами. Только первосвященник в Йом-Кипур входил в святое святых и представлял израильский народ. На груди у него было 12 камней, колено Израиля. Он представитель был. И сегодня представитель наш на небесах. Наш первосвященник, который принес кровь на небесный жертвенник и приобрел вечное искупление. И сегодня ты не предстоишь перед Отцом. Перед Отцом Ишуа предстоит. И ты в нем. Ты не можешь предстоять сам. Он представляет человечество перед Отцом. И Он представляет Отца перед человечеством. И нам нужно верить в то, что говорит Слово Божье. И жить картиной Евангелия в своей голове. Благой вести. Нишлам. Скажи Нишлам. Нишлам. Ишуа на кресте сказал. Нишлам. Свершилось. Нишлам. Это полнота. Оплачено. Высшая мера. Нишлам. Меуле. Заплачено. Все. Все. И потом Он воскрес. И мы оправданы через Его воскресение из мертвых. Потому что Его природа человеческая победила смерть. Он стал смертным и победил смерть. И сегодня верующий в Него уже перешел из смерти в жизнь. И на суд не приходит. Верующий во Иисуса Христа перешел из смерти в жизнь. Верующий во Иисуса Христа перешел из смерти в жизнь. Жизнь явилась нам вечно. Это Ишуа. Он есть жизнь вечная. Мы ее пьем, эту вечную жизнь. Мы едим эту вечную жизнь. Мы провозглашаем. Мы имеем общение с вечной жизнью. Мы имеем переживания вечной жизни. И она раскрывается в нас. И сила будущего века нетления, сила воскресения. Наше тело еще не находится в зоне усыновления. Когда мертвые воскреснут, тогда наши тела будут усыновлены. Но сегодня Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, оживляет наши смертные тела, убивая всякую болезнь. Это пророческое действие будущего воскресения. Поэтому, зайки зун, кто идешь знает? Никто не знает. Ладно. Вот знают люди. Мне бабушка с дедушкой ныдешь разговаривали. Я поэтому, ну как бы, атмосферу идешь, я помню с детства. Зайки зун, будьте здоровы. Ну, Андреас понял с Анджелиной. Это на немецком также. Будьте здоровы, друзья. Потому что мы в искупленном состоянии. Скажи, я искуплен. Я свободен. Свобода через кровь Христа. Аминь. И поэтому сегодня мы должны ударить по Хамасу, по Хизбалле, по онкологии, по слепоте, по глухоте. Властью, данной нам Иисусом Христом. Мы имеем власть противостоять демоническому миру. Провозглашаю кровь и шоу. Кровь и шоу. Кровь и шоу. Кровь и шоу. Ты можешь часами это говорить. И это имеет силу. Кровь и шоу, мессии. Кровь и шоу, мессии. Кровь и шоу, мессии. Один раз, тысячу раз сказал это, когда молился за человека, больного Паркинсоном. А другого посадил брата, говорю, считай, счетчик такой, в телефоне отсчитывай, чтобы точно тысячу раз я сказал. Там все устали, у него палец уже такой на телефон. Я говорю, нет, я скажу тысячу раз. Я говорю, кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Потому что в видении было показано, что этот дух Паркинсона, как кобра из маленьких змей, поражающая нервную систему. И когда на нее капала кровь Христа, она визжала и шипела, эта кобра. Потому что демонический мир, он боится крови Христа. Потому что это кровь искупления, это кровь Агнца, которая искупила нас от царства тьмы. И вела в царство возлюбленного Сына Иисуса Христа. И когда мы провозглашаем кровь, эта кровь, она заявляет в духовном мире. Пупсики мои искупленные, прощен, возлюблен. За тебя говорит кровь, и в крови душа его. Душа. Знаете, как душа Авелева взывает в его крови отомщение, так душа Машиаха в его крови заявляет о прощении и о милосердии Божьем. И через силу крови возвещается сердце Отца. Я Бог, который хочет милости. Я Бог, любящий миловать. Я Бог, человеколюбивый и многомилостивый. И я явил себя в Своем Сыне. Вы знаете, какой Бог? Ну, как-то иногда сложно понять, да? Как-то все это собрать вместе в Библии. Вы можете Слово Божие читать только через Христа. Иисус сказал, все Писания говорят только обо Мне. Вся гермимнефтика это только смотреть через Христа. Только через Иисуса. Вы знаете, какой Бог? Какой Иисус такой Бог? Все. Бог последнее слово Своему Сыне сказал. Он многократно, многообразно говорил Отцам в Пророкам. Последнее свое слово Он сказал в Ишуа. Какой Бог, видевший меня, видела Отца? Бог, который стал человеком и умер за тебя. Бог, это распитая любовь. Он настолько возлюбил человечество, что отдал в руки человечество, и через что убило своего Бога. Вы знаете, мы Его убили там. Нашими грехами, не просто какой-то аморалочкой, нашим неверием, нашими амбициями, нашей гордыней, нашей религиозностью, нашей тупостью. Мы убили Его, и Он дал себя убить, чтобы спасти нас, своих детей. И чтобы мы доверились Ему. Потому что единственное, что угождает Богу, это доверие. А без доверия Богу угодить невозможно. И все, что в недоверии Бога, это грех. И самое большое прославление поклонения Богу, когда ты принимаешь Его любовь. Ничто Ему не угождает, как почитание жертвы и крови Иисуса Христа. Поэтому, когда мы говорим о крови, когда мы говорим о жертве, что происходит? Дух Святой начинает действовать. Вот уже можно переходить к причастию. Когда мы говорим о крови и о Христе, Дух Святой начинает действовать. Потому что Дух Святой, скажи Дух Святой, Дух Святой пришел, знаете для чего? Засвидетельствовать о Христе. И когда мы говорим о Христе, Дух Святой могущество действует. Не о нас, не о верующих, не о неверующих. А давайте поговорим. Нечем говорить, кроме Христа в церкви. Нечем вообще говорить. Нам говорить не о чем больше. О себе, что ли? Давайте обо мне, о тебе поговорим. Да больно надо. Дух Святой действует могущественно, только когда говорим о Христе. Потому что это и он пришел о Христе рассказать. О том, что обличить грех неверия во Христа, утвердить в праведности, что Иисус на небесах мы его не видим, и что дьявол осужден. Поэтому все хорошо. Все настолько хорошо, что лучше быть не может. Оно может, но уже хорошо. То есть оно настолько круто все, что просто круче не бывает. Потому что Бог милостивый. Бог милостивый. Я проснулся в 6 утра 7 октября. 20 минут молился на языках. Хотя я по утрам не молюсь на языках обычно. Потом лег спать. Через 10 минут сирены. На следующий день я узнал, что моя племянница была на дискотеке, на этой, где много людей погибло. И ее машина была та, которая смогла вырваться. Подруги ее погибли в другой машине. И даже месяц недавно прислали из Ютуба ролик, где парень, который вывез, рассказывает, там фотография моей племянницы, он рассказывает, что если бы я выехал на минуту раньше, нас бы расстреляли, на 3 минуты позже нас бы расстреляли. Потому что мы ехали, видели расстрелянные машины, которые перед нами были. То есть он рассказывает кучу, кучу разных вещей. Там все по секундам шло как-то, как он рассказывает. Но наш Бог защитник. Наш Бог защитник. Поэтому мы молимся за наших солдат. Мы молимся за нашу армию. Мы покрываем их кровью Иисуса Христа. И наши молитвы имеют силу. Имеют силу. Поэтому давайте молиться, но есть чем заниматься. Сейчас мы будем принимать причастие и исцеляться. Кто еще не исцелился, у вас есть сегодня... Я сегодня не буду специально служение исцеления делать. Вы знаете, последнее служение уже многократно я слышал от людей, что во время проповеди исцеления происходили потом. Просто я просто... Вы заметили, я раньше проповедовал, потом стал заниматься больше исцелением, потом я же проповедовать уже хочу. Я понял, что как-то Бог говорит, ну ты проповедуй, а исцеляться так будет уже. Потому что исцеляю-то я, не ты. Исцеляет же Дух Святой, правда? Поэтому все уже исцелились. В следующий раз расскажете, как что-то исчезло там, что-то упрыгало, рассосалось. Аллилуйя! Поэтому давайте мы сейчас встанем. И давайте мы бесам, демонам, которые щупальцами страха, мы перед их лицом выпьем кровь, машиах, они это не могут сделать, они боятся этой крови. Они шипят, как змеи. А мы можем, не просто, знаете, когда мы говорим, кровь Христа, бесы их парализуют. А вы можете пить эту кровь. Вы можете пить, вы можете иметь приобщение к этой крови, вы можете иметь общение с кровью Христовой. Вы можете принимать воскрешенное тело Иисуса Христа. И в себе иметь силу бессмертия. Люди всегда хотели изобрести эликсир бессмертия, да, какой-то там. Вот он там, граль небесный, от дерева жизни. Поэтому сейчас мы приходим и принимаем себя. И это имеет силу. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты послал Сына Своего Удинородного. Иисус Христа.